В ходе реализации проекта «Новый берег», который предусматривает намыв двух островов в акватории Финского залива под Сестротецком, будет расстелено около 140 домов на прибрежной линии. Об этом заявили жители прилегающих территорий на общественных слушаниях, прошедших в администрации Приморского района. Кроме этого, граждане неоднозначно оценили сам проект и высказали много претензий. В частности, они считают, что будет нанесен вред экологии данной территории. Что будет, когда начнется строительство намыва? Это уму непостижимой. И мне кажется, что для чего все это нужно? Вот самый главный вопрос. Дело в том, что наша общественность, жители Сестрорецка, Александровской поселка, Горская и так далее, объединились и боремся за чистый залив. Плата за негативное воздействие на окружающую среду при реализации проекта намыва искусственных территорий в Финском заливе под Сестрорецком составит 702 миллиона рублей, уверяют специалисты. Между тем, некоторые экологи отмечают, что выполнение всех предусмотренных природоохранных мероприятий обойдется минимум вдвое дороже. Понадобится дополнительное и капиталовложение дополнительной инвестиции, чтобы все, что сегодня является издержками этого проекта, чтобы их исключить. И я назвал, сумма будет не та, которая сегодня обозначена в проекте. Это будет сумма, ну, примерно в полтора-два раза больше, чем те пресловутые 702 миллиона рублей, потому что 90 тысяч деревьев, которые пойдут под топор, и 4,5 тысячи кустов, которые пойдут под топор, это одна, самая основная составляющая, конечно, потому что то, что называется нашим русским лесом, и то, что сегодня, значит, освежает нашу атмосферу и вырабатывает кислород, вот это вот самое главное будет, так сказать, уничтожено. Более детальная информация по реализации нового берега станет известна весной 2012 года, когда будут проходить общественные слушания по проекту планировки территории. Напомним, что компания «Северо-Запад Инвест» планирует создать в Финском заливе новую территорию площадью 370 гектаров. Работа намечена проводить два этапа. До 2015 года предполагается намыв заявленной площади, а к 2028 году участки будут полностью застроены. Татьяна Козырева, Роман Рожков и Всеволод Амелин.